Наверное, каждый хоть раз в жизни пробовал адыгейский сыр. Но откуда он? Где эта самая адыгее? И чем она славится помимо такого вкусного продукта? Я решила все это выяснить и сравнить адыгейский сыр, что продают у нас в супермаркетах, а того, что делают на его родине. Два часа на самолете, полтора часа на машине, и вот я в столице солнечной Адыгеи. Это Ян Буян, и моя задача узнать об этой небольшой, но я уверена, очень красивой республике немножко побольше. Рай, затерянный в горах, или суровое место для отчаянных экстремалов? Что нам известно о крокотной республике под названием Адыгея? Правда ли, что железным коням тут до сих пор предпочитают живых? Ай, что ты посмотри на меня, амазонка. А в местных озерах легко можно выудить красную рыбу на ужин. Я буду пытаться поймать сосиску. Это оскорбление для форелек. И верно ли, что только в этой республике делают настоящий адыгейский сыр? Видите, какой сыр мы получили? Какая красота. Вот он, удивительный гастрономический и культурный тур. А в конце сюрприз, от которого вы точно будете в восторге. Адыгея, встречай! Субтитры сделал DimaTorzok Маленькая и красивая, уютная и душевная. Ну и еще тысячи восторженных эпитетов. Я собиралась в Адыгею, почти ничего не зная о ней. А уезжала, как будто покидала родной край. Хотя, чего это я бегу впереди паровоза? Давайте обо всем по порядку. Адыгея, увы, пока не самое популярное направление для туризма. Моря тут нет, зато с горами, водопадами и реками полный порядок. Все это позже. Начнем, пожалуй, со столицы республики, Майкопа. Точнее, с выбора отеля. Конечно, удивительно в таком маленьком городе, как Майкоп, найти отель довольно-таки европейского уровня. Как мне все нравится. Отель Хатилофт, четыре звезды, кстати, появился тут совсем недавно. Но посмотрите, какие виды с террасы гостиницы. Спасибо. Париж, да и только. Столица Адыгея относительно молодой город, так что основная застройка тут советского времени. И она довольно системная. Улицы города перпендикулярны друг к другу, а весь центр Майкопа состоит из одинаковых и ровных кварталов. Так что заблудиться тут очень сложно. Майкоп, которому чуть больше 160 лет, город небольшой. Поэтому, чтобы осмотреть большинство красивостей, достаточно провести тут пару дней. Вот, например, соборная мечеть, синий фигурный купол и четыре минарета. Говорят, похожие в Иордании строят. Возвели эту мечеть на средства наследного принца одного из Арабских Эмиратов. А открыли в 2000 году. Субтитры создавал DimaTorzok В Майкопе тоже есть отличная традиция брать книгу бесплатно, оставляя взамен свою. Посмотрите, как оформлены точки буккроссинга. В форме яблока. А почему в форме яблока, вы узнаете чуть позже. Я уже говорила, что заблудиться в Майкопе почти нереально. Но бродить по городу с оператором как-то скучновато. Так что, Полина, твой выход. Живет эта девушка тут с рождения. О столице Адыгеи знает все и даже чуточку больше. Привет. Полина, какие у нас сегодня планы? Мы пойдем по самым интересным местам Майкопа. Но хотелось бы начать с нашего замечательного вокзала. У нас в городе не так много мест в таком стиле. Это здание одно из древних. Да, это не просто вокзал, а история. Зданию больше века. Одно из первых строений города. Интересно, что вокзал много времени прошло, прежде чем его построили. Но ускорило этот процесс открытие месторождения нефти в Майкопе. Белой нефти, которая проступала из-под земли. Здесь появилось очень много предпринимателей из Европы. Говорят, что даже один из президентов США здесь побывал. Майкоп стал расти, развиваться. Очень много народу сюда приехало и поспособствовало тому, чтобы появились классные и красивые здания. Мы сегодня на них посмотрим. Минут двадцать пешком, и мы в сердце Майкопа. Вот там правительство. А это фонтан, площадь и много голубей. Учитывая, что мы возле Ленина, получается, это центр города. Да, это самый центр Майкопа. Наш Владимир Ильич Ленин никуда не указывает. Вот это такая изюминка, наверное. Он просто смотрит в сторону. А смотрит он, судя по всему, на здание городской мэрии. К нему и идем. Красивая. Полина Майкоп называют городом студентов, пенсионеров и военнослужащих. Почему так? Студентов, потому что здесь два высших учебных заведения. ПЕД-институт и технологические институты. Это, кстати, адыгейский государственный университет. Имеет институт физической культуры и дзюдо. У нас всего лишь несколько вообще в мире этих институтов. Такой институт находится только в трех городах в мире. Токио, Париж и Майкоп. Очень странное сочетание, да? Мы, майкопчане, этим гордимся, конечно. Пенсионеров, потому что многие северяне, выходя на пенсию, покупают здесь дома, переезжают у нас в Майкопе 300 солнечных дней в году. Ну, а военнослужащих в Майкопе есть военная часть. Ну, что интересно, Майкоп и основывался как военное укрепление в 1857 году. Но есть у нас еще городские легенды, которые говорят о том, что в Майкопе есть подземные ходы. Выходит, Майкоп – это бывшая оборонительная крепость. Так что подземные ходы могли быть реальностью. Но так это или нет, установить сложно. Архивы довоенного города не сохранились. Чего не скажет, пожалуй, об одном из самых старых и красивых майкопских зданий – в пивоваренном заводе. Завод действующий, а его продукцию знают и любят далеко за пределами республики. В подвалах симпатичные ресторанчики. Все начиналось в 1882 году. Это год основания майкопского пивоваренного завода. И мы сегодня находимся в одном из подвальных помещений. Здесь находится заведение для дегустации пива, для отдыха «Панеж Биохаус». Ну, а вот здесь сбоку – это цех крафтового пива. То есть можно смотреть за несколькими вещами, как горит огонь, да, и как работает другой человек. Да. Так, ладно. Раз уж мы сюда пришли, нужно, наверное, попробовать. Я вот здесь вижу, есть дегустационный сет. Думаю, надо его и заказать. Отличный выбор. Отличный. О, такой большой сет. Вау. Спасибо. И меня, и Полину знатоками пенного напитка вряд ли назовешь. Так что, извините, дегустируем как можем. Я вот это вот слышала только крафтового, я его попробую. Ладно, я тогда возьму наугад. Какая-то она зелененькая. Ладно, зелененькая напоследок. Ну что? Пробуем. За что пробовать будем? За майков. За майков. Свеженькая. Наверное. Интересный вкус. Как будто здесь есть цветы. Да. Но при этом еще и вкус пива. А у меня, по-моему, просто вкус пива. Наверное, пиво и в самом деле the best. Сама утверждать не берусь. Тут без группы поддержки, пожалуй, никак не обойтись. Так, ну ладно. Пива у нас сейчас очень много, как оказалось. Мы вдвоем, естественно, его не выпьем. Ну и на самом деле мы здесь не вдвоем. У нас здесь целая команда. Ребята, вы хотите пива? Да! Вы соединяйтесь. Ну что, вкусно? Андреем привет передадим. Андрей, тебе привет. Видимо, стоит объяснить. Андрей – это наш режиссер монтажа. Вы, кстати, тоже можете передать ему привет в комментариях. Ведь круто монтируют, не так ли? Не издевайтесь над Андреем. Пиво понравилось всей нашей группе. А вот сами адыги в большинстве своем к алкоголю равнодушны. Так что рестораны пивзавода скорее для туристов. Иду пробовать национальные блюда. Это кафе называется Сина. В переводе на русский – моя бабушка. Очень мило. Можете мне посоветовать какое-нибудь такое национальное блюдо, которое я обязан попробовать каждый? Конечно. После которого вы можете смело сказать, что вы знаете адыгстскую кухню. Посоветовали щипс, салат с сельдереем и национальную выпечку. Не могу отказаться. Давайте начнем с щипсом. Возьмем как правильно. Мамологи нет сейчас у меня. Возьмем поэтому хлеб. Его нужно есть как соус. Я не могу понять, что это за вкус. Он как какой-то такой вот крем-суп. Так, давайте попробуем салат с сельдереем. Еще остренькая, нежный кисломолочный вкус. Правда, вот паприка посыпана. Ей придает остроты. В этот салат входят кисломолочные продукты. Если я не ошибаюсь, он так называется чху. Это что-то наподобие айрана или мацони. Но салат мне прям очень нравится. У нас остается халюш. Честно могу сказать, что халюш я уже пробовала здесь. Выглядит он, конечно, как чебурек, но лучше его чебуреком здесь называть. Халюша – настоящий адыгейский сыр, который, я надеюсь, я еще приготовлю. Адыгея – уникальный регион, как минимум в том, что является анклавом, то есть со всех сторон окружен другим субъектом – Краснодарским краем. А до него – рукой подать. Хоть и Гуамское ущелье уже не относится к Адыгею, а к Краснодарскому краю – все равно, кто приезжает в Адыгею, обязательно приезжает сюда изучить его. Вообще, Гуамское ущелье и даже все Черноморское побережье – бывшие адыгские земли. Знаете ли вы, что названия городам Сочи, Туапсе, Анапе дали именно адыги или, как их еще называли, черкесы? Жили они там еще каких-то пару веков назад. Но все изменила Русско-Кавказская война. Миллионы адыгов были вынуждены уехать в разные страны, в том числе в Турцию. Очень красивое место – вот это ущелье. И, на самом деле, очень необычно, что ты едешь сквозь него на паровозе. Очень необычно. Но, если честно, есть шанс, что обратно мы пойдем пешком, а уже не поедем на нем. Не знаю, сколько идти – посмотрим. Потому что нас предупредили – обратно уже все билеты раскуплены и все занято. Ну ладно, прогуляемся. Ну а мы пойдем пешком. Узкая лента рельсов между высоких скал. Все-таки не зря Гуамское ущелье называют эльфийским уголком. А вы знаете, даже очень хорошо приезжать на последнем рейсе, потому что народ уже весь уехал, и все ущелье в твоем распоряжении. В расщелинах релихтовые деревья. А внизу журчит молочно-голубая река Куржипс. Тоже, кстати, адыгское название. Ну разве не красиво? Так, ну что, уже темнеет. Пора, наверное, уже по шпалам топать домой. Опять от меня сбежала последняя электричка. И я по шпалам опять по шпалам иду домой в Адыгею. И снова маленькая республика. Площадь всего 7800 квадратных метров. Население чуть более 460 тысяч человек. Больше всего, конечно, в столице, которая просто усыпана изображениями яблок. Все просто. Слово «Майкоп» с адыгского переводится как «долина яблонь». Как ни крути, Майкоп – крупнейший город в Адыгее. Только послушайте, как гордо звучит столица республики. И не важно, что постоянно тут проживает всего 144 тысячи человек. К слову, городов республики всего два. Второй – Адыгейск. Следующий день и новое направление. Куда экстремальнее, чем просто гулять по яблочному городу. Майкоп – тихий, уютный и зеленый город. Но в Адыгею едут не просто погулять по столице республики. Тут ведь можно ходить в горы, прыгать с тарзанок, сплавляться по рекам или просто наслаждаться цветущими альпийскими лугами. Так что курс пред горем Кавказа. Первая остановка – экстрим-парк Мешока в одноименном ущелье. Любители посчитать себе нервы, наверное, остались бы довольны. Но я не из таких. Если есть горы и горные реки, значит, есть экстрим. И сейчас меня уговаривают испытать себя на прочность в этом экстрим-парке. Я не хочу. По-моему, у меня нет выбора. Или у меня есть выбор? Ладно, пошли. Ущелье, высота и полеты над пропастью – это то, что не входило в мои планы. Но чего не сделаешь ради интересного контента. Ладно, поехали. Что-то зачем я соглашаюсь? Что такое? А-а-а-а-а! Мама! 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 Еб**ь! Как-то не получилось доехать. ой ой как зачем я соглашаюсь на такие вещи вообще ну сначала страшно было потом вроде бы а я кричал не слышно был может быть я не сильно кричал с прям по лесенкам удобно идти не надо лезть удачи интереснее становится да а таким скаунга и что ходить не очень приятно итак во время движения мы держимся за строками чтобы красиво получилось одну или две ручки выставляем одной можем держаться вторую вот так вот готова нет а есть другой маршрут есть пешком да можно а если на машине доедут а точно нормально все прицел очень нормально держимся сейчас знаешь как красиво будет готова нет нет ну поехали на зип-лайне страшно вот именно прыгать вот когда катится да там то не страшно лазить а вот на зип-лайне страшно сделать шаг в пропасть хух все снимайтесь меня это сделал думаете это все ужасы на сегодня а как насчет вот этих диких кабанов на дороге шучу они совсем не страшны и почти что ручные но так вот на дороге можно встретить диких кабанов который клянчит еду у меня нет ничего я конечно не уверена вообще что можно их кормить потому что потом они возможно себе перестают сами добывать пищу и так прикольно вот же будет как страшно скажет а есть то будет еда есть я вам здесь позирую позирую добрый человек не дал яблоко чтобы я покормила кабана подписывайтесь на мой канал где вы еще увидите столько разных зверей давай селфи сделаем иди сюда говорят кабаны выходят из лесу на трассу именно выходные знают негодники когда в адыгее максимальное число туристов кто-то да точно накормит едем дальше и выше по пути замечают прилавки с тем самым настоящим адыгейским сыром не могу пройти мимо помимо свежего тут еще и копченый имеется коптят сыр в специальных печах но фруктовых дровах а еще мастер-классы по сыроварению проводят напрашиваясь на индивидуальный урок что требуется для того чтобы приготовить настоящий адыгейский сыр цельное коровье молоко закваска сыворотка качестве закваски берется сыворотка и соль и так учусь готовить сыр у нуретты жительницы майкопа место живописное национальное подворье практический музей под открытым небом рядом журчат водопады под названием руфапка чем отличается адыгейский сыр от других твердых сыров в качестве закваски здесь берется сыворотка а в твердых сырах в качестве закваски берется сычужный фермент под названием пипсин что мы делаем сейчас мы ждем пока поднимется молоко вот и пленочкой покрывается это где-то 92 градусов шапочка поднимется это 95 и в этот момент мы льем сыворотку пока ждем еще несколько минут ожидания и вот она та самая шапочка вот самый главный ответственный момент вот шапочка поднимается потихоньку вот эту шапку надо уловить если вы переварите у вас получится не адыгейский сыр а творог вот так вот потихоньку видите льем не дайте закипеть середину все время надо лить вот теперь вы не оставляйте брать дом да и и вот так полейте вот по кругу по кругу по кругу он как-то там уже свораживается превращается не дать закипеть кстати полезен и сам сыр и сыворотка эту сыворотку мы не выливаем в больших чанах когда производители варят его еще кипятят три часа на медленном огне и получается вторичный продукт творог вот видите сыворотка выступает до еще еще одну ложку давайте вот он момент волшебства молоко постепенно превращается в сыр и он так прям уже салатовый цвет говорит о том что наш сырочек уже все почти что готов у сыр конечно в адыгее это что-то волшебное мне кажется я его ем-ем-ем а наестся им не могу что копченый что натуральный один раз я покажу потом вы продолжите это мы убираем и он не нужен желательно не разрывать вот это вот так вот все собираем ведь и какой за лучи какая красота это вот все сюда делайте делайте все не разрывая по потихонечку и наконец последний штрих природный консервант вот сейчас будем солить давай доставай соль не они побольше раз посолили с одной стороны все в горячем виде солится и часа переверну в это не сможете ничего себе профессионализм какой ну слабо соленый сделаем хорошо хорошо все наш сыр готов молодцы на глазах родился адыгейский сыр вот так испокон веков адыги варят свой национальный продукт к слову называть такой сыр адыгейский могут только местные производители сегодня это региональный бренд который пытаются подделать многие я на самом деле приехал не с пустыми руками я привезла адыгейский сыр который продается в москве ну принципе думаю что и других регионах тоже я хочу чтобы вы попробовали его и сказали вообще похож тот сыр который мы покупаем в магазинах на настоящий предлагаю провести небольшую дегустацию мне очень интересно ваше мнение берем что скажете мне кажется это некачественный сыр так ладно кладем вас там идем к следующему это прям кстати адыгейский сыр на этикетке есть можно не отравить не отравимся но тоже не высший сорт но это не настоящий адыгейский сыр так давайте следующий но это не с цельного молока конечно и совсем другой вкус имеет а из какого молока тут сухое молоко подмешано да хорошо давайте пробуем вот этот обезжиренный обезжиренный да слабосоленый обезжиренный но свежий магазинные сыры конечно и рядом не лежали с теми что делают почти в каждой адыгской семье естественно в тех где есть корова я все-таки хочу попробовать сыр который мы с вами сделали он конечно еще не сформировался да я маленький кусочек сейчас отщипну хотя он даже уже сформировался ну вот же настоящий сыр вот он же нежнейший творожный вкусный ни с чем не сравнить вот серьезно вообще ничем не сравнить предлагаю осмотреть окрестности вот они водопады руфапка точнее первые из них всего их 16 но оборудована территория лишь у нескольких до остальных без специального снаряжения и очень большого желания не доберешься зарема арендаторы этой территории ее задача поддерживать тут порядок и организовывать сервис но помимо всего продолжать дело своего отца здесь на территории водопадов руфапка высажено более 500 адыгских родов мы в 2008 году заняли премию эко мир третье место мы получили государственной думе этот проект основал мой отец бибов мурадин фицевич а в чем заключается этот проект показать своему народу что священное дерево дуб должно жить существовать вообще для адыгов дуб это символ силы которому раньше адыги поклонялись поэтому здесь дубы получается сколько семей уже высадила дубы дубы высадила более 500 родов приезжают к нам с кабардино-балкарии высаживать для них это очень интересно памятно также и существует девять домов книги которая называется адыгский родовой лес где каждый каждый род напишет свою историю историю рода когда высадил дерево свой танка следующая остановка невероятный вид на плато лаганаки это символ адыгеи и и гордость лаганаки гласит в этих местах когда-то давно жил обычный пастух лага и однажды он повстречал прекрасную девушку по имени на ки они влюбляются в друг друга но на ки дочь князя и уже обещано в жены другому лага и на ки решают бежать за ними погоня и тогда влюбленные решили лучше сброситься со скалы чем жить друг без друга они падают в обрыв и в ту самую секунду образовывается вспышка и пара взмывает в небо подожди ты реально считаешь что это было такая легенда это придуманная история для туристов и записанная во всех путеводителях ничего из этого не является правдой ни в коем случае лаганаки это адыгское слово имеющие под собой вот такое значение хаганеч означает пустая возвышенность то есть пустая от леса это знаменитые альпийские луга ну конечно здесь самые романтичные чувства возникают и так далее и кто-то придумал эту историю моя история красивая ну хорошо но красивее лаганаки правда да вы выбираете что вам больше по душе любовная история правда которая закончилась не очень хорошо либо менее поэтичная правда что лаганаки переводится как пустая возвышенность да да знакомьтесь мой проводник по горным тропам рустам много лет назад он организовал свою компанию адыг тур и теперь не переставая показывает и туристам и местным красоты республики помогают ему в этом гривастые друзья какой красавец давайте от мух избавим как его зовут его зовут мираж он молодой да ну относительно ему около 10 лет это средний возраст он самом расцвете сил как раз прям очень красивый еще бы это же наша знаменитая кабардинская порода без нее здесь никак другие кони здесь не выживут получается что они по горной местности могут ходить конечно они же здесь рождаются растут у них табуное содержание это веками выводившаяся порода ее главное отличие в том что у нее крепкая конституция и очень крепкая психика она очень важна на горных тропах и это очень нужно как раз для того чтобы ходить по горным маршрутам туристическим вот кстати говоря приглашаю у нас замечательные маршруты многодневные мы можем доехать и до моря доехать до сочи до сколько дней до моря порядка четырех дневный маршрут нас порядка четырех пяти дней мы едем наслаждаемся красотами в паре с этим замечательным животным осложен вашу нет у нас были даже дети девочки пяти шести лет которые самостоятельно ехали конечно под нашим наблюдением кони у нас все спокойный как видишь у нас сожалению сейчас нет времени для этого но я буду иметь ввиду следующий раз обязательную ду может быть сейчас попробуешь хотя давай не 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 ай что ты посмотри на не амазонка не бойся он спокойненько ты кстати хорошо держишься для первого раза тем более мы на территории кавказского биосферного заповедника одного из крупнейших в россии и он часть всемирного природного наследия юнеско вы только посмотрите какая здесь красота ну серьезно и вот эти горы это что-то непередаваемое к такой свежий воздух просто мы получается вот вдалеке это у нас город хоть гора большой тхать совершенно верно умница рядом с нею правее находится гора малый тхать дальше гора чешбок она смотрит как бы напротив большого тхача таким зеркальным зубом скальным это тоже большой природный парк очень красивый интересный и туда мы водим конные пешие маршруты так что она машине может дыхать на машине нет к сожалению там тоже дикие тропы да и зачем там автомобили это природа которую надо сохранять а по времени сколько туда идти по времени от двух дней маршруты среднем до пяти хочется так сделать там 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 потому что мы послезавтра уезжаем это же обещала что приедешь я приеду сирос да я приема 3 ловлю наш ловлю сюда мы еще вернемся с настоящим сюрпризом для вас и это будет что-то невероятное так что советую обязательно дождаться а пока движемся в сторону поселка гузерипы рустам привозит к озеру где водится форель предлагает порыбачить в этом деле я уже профи и на кипре ловила и на дальнем востоке правда на такую наживку еще не приходилось у рустама нормальная удочка я буду пытаться поймать сосиску посмотрим что из этого выйдет это оскорбление для форелей просто оскорбление для форелей да хотя я не знаю я сейчас еще первая вытащу пошли посмотрим удачи так ты умеешь закидывать сейчас посмотрим не убей соберись соберись она большая это у . извините меня у меня сосиска пропал форель от смеха выпрыгнет час ну и какая рыбалка без соревнований на что спорим что я 1 поймаю то есть ты уверенно споришь у меня шикарная сосиска для тебя шикарная но для форель я думаю что нет ну давай кто ловит 1 тот не готовит давай мне лишь бы словить ее а остальное мы разберем спорим правда спорим давай да с такой удочка я еще не рыбачила я все-таки предпочитаю ловить на спиннинг чем на удочку что спиннинг хотим какое-то действие происходит постоянно даже если не ловишь забросил вытаскиваешь забросил вытаскиваешь а удочку забросил и сидишь стоишь идешь у моря погоды прошло полчаса а поплавок даже не дернулся а рус там специально мне говорит чтобы я не перебрасывал он выиграть просто хочет знаю знаю это такая хитрость говорит пусть плавает нормально спимаешь видимо там все-таки такое место а у меня удочка в три раза больше чем я я с ней одна управляться не могу мне нужна помощь а помощи нет вот стою и жду когда клюнет и пока рустама нет делаю финт ушами меняя удилища а кто сказал что так нельзя и знаете что эта хитрость тут же приносит плоды я говорил на это я говорил я на спиннинг лучше ловлю самая главная спор есть пор так что рустаму приходится готовить форель естественно на костре делает он это виртуозно мастер и истинный адыг гостей голодными никогда не оставит продукты такие что точно не найдешь столичных супермаркетах но царица стола конечно же подрумянинная форель а ведь еще каких-то 10-15 минут назад она плавала в этом водоеме как хорошо что я ее поймала я так просто не приготовила моей удочкой а я сразу же просила спиннинг смотри давай берег ты первая вдруг не получилось выглядит аппетитно вкусно вкусно тень да такая нежная приятного аппетита очень вкусно рыба пойманная только что и приготовлена этими золотыми руками это что-то невероятное приятного аппетита с нами адыгена приезжайте в адыгей да адыгея это горы горы удовольствий думаю она создана для тех туристов которые не любят лежать на пляже в виде морской звезды это республика для активных что дает для людей которые живут здесь о это целая вселенная адыгея вроде бы такая маленькая на карте но она занимает огромное место в нашей душе наших сердцах особенно для нашего коренного народа для адыгов да и для всех тех многих народов которые обрели ее виде родины я считаю вообще для всей россии для всей нашей большой страны адыгея примеры доброго сосуществования мы как-то очень уважаем друг друга и не стараемся не заострять внимание на каких-то проблемах для особенностях какой-то национальной общности это рай на земле люди сейчас часто приезжают в адыгее отдыхать с какими эмоциями обычно они уезжают на мой взгляд у адыгеи есть существенный такой феномен что каждый себя чувствует здесь как дома обязательно и это не какие-то высокие слова красоты есть везде тем более наш весь кавказ потрясающие невероятны здесь есть какая-то домашняя особая простая очень чистая и благожелательная атмосфера люди очень простые у нас люди очень гостеприимны и я часто говорю такую фразу пусть не обидятся братья из других республик весь кавказ кичится гостеприимством а мы его проявляем тихо и спокойно вот так красиво сказано но есть кавказских республиках в том числе и в этой еще одна красота представить адыгея без танцев невозможно ведь они как считают адыги выражают душу народа и в самом деле практически в каждом движении танцоров гордость красота достоинство и грациозность как и в самой республике куда точно стоит ехать если вы скучаете по настоящему душевному отдыху и удивительной первозданной природе вот он мой обещанный сюрприз наслаждайтесь это был ян буян подписывайтесь ставьте лайки и комментируйте и как говорит мой потрясающий и невероятно интересный друг рустам все будет адыгенно и вот и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok